Послушай меня, Таир Иманов, ты что думаешь, в интернете сидят все идиоты? Или в твоем реалити-шоу, с которого ты взял 50 миллионов долларов напополам с Мурадом Дадашевым, участвовали все идиоты с оглядкой на идиотов? Или в 1975 году Юлий Гусман, повесив на сцене портрет Адыли Меликасланова, сделал то же самое в 1995 году и, повторив через 15 лет снова в 2010-м, повесив тот же самый портрет Адыли Меликасланова, принимал всех за идиотов, сказав, что это он молодости? И снова все идиоты? А сейчас ты там что-то сказал приятным голосом про тех, кто за границей. Наверное, ты имел в виду личный самолет Анара Ализаде или Эльчина Мамедова, который тормознули во Франции, и что проститутка из Ивановки Лена Марфина не доехала до Канн, так как ее сразу же отправили ближайшим рейсом до Москвы, потому что она идиотка? Или три личных самолета Мехребан-Алиевой, которые сейчас стоят на буксире за неимением хозяина и не имея никаких распоряжений. Экипаж ловит кайф на Мальдивах? Наверное, они тоже идиоты. Потому что эти три самолета остались именно там, на Мальдивах. А еще два стоят в ангаре в Лондоне и на Даунинг-стрит уже задумываются о том, чтобы их конфисковать, так как за аренду ангара эти идиоты не платят уже второй месяц. Ну так давай поговорим еще о никах. Наверное, твой еще один идиот Михаил Гусман, имеющий в азербайджанских русскоязычных форумах ник Дмитас, впал к кому? Или ему сердцем плохо? После того, как их план с Сергеем Лавровым привести его в Баку и поставить главой республики, губернии в понимании Лаврова как личной водчины, разбился в пух и в прах после появления многотысячного турецкого контингента состоящего из лучших натовских офицеров, военных, а ведь на подходе еще натовские адмиралы и их экипажи с кораблями, пришвартовавшиеся в Черном море, от которого до Баку рукой подать. И не забывай, что Каспий имеет достаточно много места в пределах границы Азербайджана, чтобы разместить эти корабли возле нашей столицы, которую собираются оккупировать самозванцы, со знаком чужой армии на кителе. Таир Иманов забыл еще про один ник, который тщательно скрывает его владельца, от страха сейчас испытывающего ночные кошмары и крики во сне. Бакилы на сайте Калантарова-Лаврова, Рошана Аскерова, Эжихана. То есть, опять же, напоминаю, кто скрывает свое имя, а кто нет. Бакилы Эльнур Баимов, хам и наглец, позволяющий себе все, любые ругательства и клише в отношении юзеров-азербайджанцев. Ему можно, наверное? Потому что Рошан Аскеров – племянник Айдына Ибрагимова, а того крышевала и крышует власть, да и юре, присутствующая в Азербайджане. Наверное, все идиоты, что думают о присутствии власти, де-факто? Потому что все тайное становится явным. И сколько веревочки не виться, а ей придет конец. Продолжение следует...